Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина. Сегодня 14 июня, это Радио НВ, начинаем нашу программу о самых важных и интересных событиях в Украине и за ее пределами, которые могут повлиять и на нашу с вами жизнь. Начать я хочу с происшествия, которое случилось в Российской Федерации, в городе Клинцы Брянской области. Буквально пару дней назад там сгорел склад боевой и военной техники, которая дислоцировалась там. После участия в боевых действиях на территории Украины, там ее ремонтировали, меняли запчасти и так далее, перезаправляли и отправляли дальше воевать. Вот на этом складе случился пожар, сгорели и всякие БМП, БТР, а также бензовозы, грузовики и всякое такое прочее. Что стало причиной этого сгорания, не очень понятно. Сегодня была еще более интересная история. Там же в Клинцах кто-то что-то взорвал на территории местной воинской части, какие-то взрывы прям очень серьезные были, потому что после что-то важное, видимо, случилось, поскольку сразу после этого происшествия поднялись в воздух вертолеты. И даже не только вертолеты, но и самолеты, то есть истребители российские, там несколько истребителей летали вокруг этих Клинцов, что-то там искали. Настоящее прям осиное гнездо разворошили. Но при этом россияне говорят, что было попадание по жилому дому, якобы ранена какая-то женщина. На самом деле, конечно, в это верить невозможно, потому что если бы ранила какую-то женщину, было бы всего лишь попадание по жилому дому. Никто бы истребителей из-за этого не стал поднимать, даже вертолет бы не стали поднять. А тут, знаешь, прям целые какие-то авиашоу настоящее устроили. Что-то там, видимо, все-таки серьезное взорвалось. Но мы, конечно, не знаем. Более того, во всем городе, в этих Клинцах отключилось электричество и водоснабжение после вот этого происшествия загадочного. Кто-то, конечно, говорит сразу же, что это украинцы. Даже говорят, что какие-то украинские вертолеты прилетали, нанесли удары, улетели. Но мы, естественно, в это с вами не верим. Мы, конечно, считаем, что это все само случилось. Кто-то просто снова неудачно покурил, как это часто бывает сейчас на всяких военных объектах в Российской Федерации. Я уже, кстати, говорил, что из России, сейчас же, понимаете, там такой страшный кризис экономический, оттуда уходят все компании, занимавшиеся импортом деталей, запчастей и всяких комплектующих, оборудований, материалов в России. Так вот, в том числе ушли и табачные компании, которые специально такие штучки, специальные материалы заказывали из-за границы, которые делали сигареты шершавыми. Из-за этих материалов сигареты становятся очень скользкими, выпадают из рук, и из-за этого, как вы понимаете, возрастает существенным образом число пожаров, особенно на военных объектах, поскольку военные в России курят всегда традиционно очень-очень много. Недавно что-то подобное, кстати, случилось еще на нефтепроводе «Дружба», который идет из Сибири, он идет в направлении запада России. Потом, опять же, в Брянской области он на несколько таких веток разделяется. Одна ветка идет в Санкт-Петербург, одна на Беларусь, одна в Украину, и вот там, где они как раз все разделяются, тоже чуть не произошел пожар. Кто-то пытался взорвать этот нефтепровод, взорвал что-то другое, но тоже, мне кажется, интересная история, заслуживающая нашего с вами внимания. То есть, видите, кругом какие-то прям неудачи. Плюс на складе военной оптики в городе Сергеев Посад, опять же, это Подмосковье Российской Федерации, недавно произошел очень сильный пожар, вся военная оптика сгорела. Что такое военная оптика? Это прицелы для танков, прицелы, бинокли, приборы ночного видения, дальномеры и так далее. То есть, все то, что используется для стрельбы по людям, в том числе в Украине. В общем, ужас, что творится на российских военных объектах, прям какая-то сплошная череда неудач. По поводу всего этого, кстати, надо сказать, обязательно очень-очень жалуются многие российские, что называется, патриоты. Я, конечно, не знаю, как их назвать, наверное, скорее это черносотенецы, но они сами себя предпочитают называть патриотами. Их, этих людей, становится в последнее время все больше и больше. Это прям чувствуется. Я просто мониториваю российские социальные сети всякие, и я вижу, как те люди, которые в пределах жировались, либо каких-то вообще просто проправительственных взглядов, просто им Путин нравился, или что-то такое сейчас переходит в разряд вот таких оголтелых черносозенцев. Это знаете, кто такие обычно? Это такие мужики предпенсионного или раннего пенсионного возраста, а также их жены, иногда их дети. Но основная движущая сила, это, конечно, мужики, которые такие, как вот мне нравится сравнение, которые в плацкарте сидят, прибухнули немножко, и сейчас готовы рассказать вам историю о том, как устроен весь мир, какие тайные силы управляют, как мировое правительство управляет вообще всей нашей вселенной. Вот эти вот мужики, они, конечно, всегда-всегда были за Путина, потому что Путин крутой, Путин клевый, Путин настоящий мужик, Путин ничмо, Путин против геев и так далее, и так далее. И они такие, да, он правильно сделал, что напал на Украину, вообще мочить их хохлов надо, и Путин молодец, и все как это. Вот эта публика, у них такая примерно риторика всегда. Но сейчас, сейчас, вот спустя три с лишним месяца после начала российского вторжения в Украину, у них риторика заметным образом меняется. Меняется она в какую сторону? Они уже начинают говорить, ну Путин, конечно, типа молодец, что напал на Украину, но сейчас он что-то уже начал сопли жевать. Что-то, видимо, ему кто-то угрожает, кто-то его припугнул, или что-то еще такое. В общем, сейчас Путин уже как-то ведет себя не так, уже превращается в какую-то размазню, то ли ему денег занесли, то ли на его дочерей повлияли, то ли что-то еще. У них всегда есть конспирологическая версия события, надо понимать, что не могло что-то само по себе произойти, да, обязательно должны быть какие-то тайные силы, управляющие процессами. Так вот, либо занесли ему денег, либо на него, либо его шантажируют, либо что-то еще. Бояться стал Путин, ну как бы не идет вперед, боится применять серьезные виды оружия и так далее. Не хочет объявлять мобилизацию. Вот эти мужики, которые точно в армию не пойдут, они говорят, нужна мобилизация. Что там мы в армии служили, а молодежь не служит, что неправильно, давай всех в армию забреваем. Они еще жалуются, конечно, на то, что генералы идиоты российские. Ну и вообще жалуются на то, что Россия, российский президент превращается потихоньку в такое, типа не в Брежнево даже, а в Ельцина. Они говорят, что такое типа слабое, безвольное ничтожество, неспособное на решительное действие. И вот очень они боятся, что вся война в Украине пойдет по чеченскому сценарию, когда людей очень много погибнет, в результате это все кончится ничем. То есть не будет какой-то крутой победы. Вот они очень-очень этого боятся. И выразительным мнением этой группы граждан становится потихоньку, у них уже появляются свои лидеры. Там это всякие блогеры, туда-сюда. Но самый известный, конечно, террорист Гиркин и антисемит Квачков. Квачков прям такой черносотенец, аж потрескивает, я бы так сказал. Ну и есть там еще вокруг них целая россыпь блогеров, волонтеров, наблюдателей, каких-то военных экспертов, ну и так далее. То есть вот эта вся публика, и знаете, они с одной стороны, конечно, выглядят как маргиналы, а с другой стороны, их реально стало очень много. Их очень много. Это уже, я думаю, в России счет пошел на десятки миллионов людей, которые реально вслушиваются в эти все разговоры, они воспринимают эти разговоры. И это уже... То есть это не либералы, нет. Это гораздо более такие правые, чем даже сам Путин. То есть они как бы считают, Путин обвиняют не в том, что какой же он дурак, зачем он напал на Украину. Она говорит, мало напал, слабенько себя ведет. И вот эти товарищи, они сейчас, их реально становится все больше и больше. Странным образом именно они сейчас, в общем, вовсе не прозападные эти либералы, демократы стали, как мне кажется, главной опасностью для Кремля. Потому что они не стесняются говорить, потому что, знаете, если назвать войну войной, то можно попасть в Россию в тюрьму. Но они говорят, нет, это не война, это военная операция. И они говорят, что это не то, что много, они говорят, это мало, нам нужно больше, мы хотим больше. То, что делает Путин, это фу, это ничего. То есть Путин-то как бы боялся всяких либералов, демократов, которые скажут, боже, ты втянул страну в войну, ужас, 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 так нельзя делать. Вот этого он боялся. А вот тех, кто говорит, что да какая-то же война, это какая-то вшивая военная операция, давай войну нам, мы хотим больше. Вот этих, как бы, от этих он, так сказать, не ожидал никакой торпеды в борт. А она сейчас идет, эта торпеда, причем эти чуваки становятся все более и более смелыми, все более и более говорливыми и все более и более наглыми. Недавно вот Гиркин, пресно памятный, открытым текстом во время своего публичного выступления заявил, что Лавров и Путин, цитата, лохи. То есть, вы понимаете, до какой степени дошло вот это неприятие официальной российской позиции, слабости, как они говорят, российской позиции со стороны вот этого растущего сегмента российского общества. И этот самый Гиркин даже повторил, лох это судьба, говоря о Путине и о Лаврове. В последний раз о Путине что-то подобное, ну, в том же, в той же тональности говорил Немцов. Ну, и как считается, что его именно за это и убили. То есть, вот, ну, именно Борис Немцов, он сказал, что Путин, как бы, скажем так, сейчас не могу это слово повторить в эфире, но ненормальный, скажем так, в матном, так сказать, исполнении. И после этого, как считается, что именно за это слово Немцова и убили. Ну, по крайней мере, есть такая версия. Но Гиркину за это ничего нет. То есть, мало того, что он, как бы, его никто не убивает, он сидит, себя спокойненько выступает и все более-более крепкие выражения выбирает для своих выступлений. Причем не только он один. Все его соратники, глядя, что с ним ничего не происходит, тоже себя ведут все более-более дерзко. Я бы сказал так, Путина склоняют вообще направо и налево, какими только словами его сейчас не называют. Причем, почему, как мне кажется, такая история происходит? Почему Гиркина там не сажают в тюрьму или что-нибудь такое? Потому что его группа поддержки это не хипстеры и креативный класс, так называемый, а вот такие, знаете, вот эти мужики. Вот эти мужики, которые патриотических таких черносотенных убеждений, которые латентные антисемиты, как правило, и так далее. И вот эти вот все, которые, да, выпивающие, сидящие где-нибудь там, значит, во дворе и рассказывающие друг другу, как мир устроен. Вот этих мужиков, они же составляют костяк избирателей Владимира Путина. И, кстати, их жены тоже такие, там, 50+. Вот это костяк избирателей Владимира Путина. И именно они, как бы, если отвернутся от Путина, то Путин потеряет всю свою группу поддержки. Поэтому, как бы, он считает, я так понимаю, Путин, что лучше ему с Гиркином, по крайней мере сейчас, открыто не ссориться. И не только с Гиркином, но и с группой поддержки Гиркина. Причем вот эти вот мужики, это сейчас не просто мужики, а мужики из армии, из спецслужб, из прокуратуры и так далее. То есть это вот такие, начиная где-то от, наверное, капитана и до подполковника-полковника. Спецслужбисты всякие военные, которые считают, что да, надо всех в кулак вот так вот сжать и сдавить и раздавить, а Путин в сопли жует и ничего не делает и так далее. В общем, эти люди, они фанаты Гиркина, они его обожают, они его информируют, они постоянно, уже постоянно ссылаются на какие-то там источники свои. У него есть данные просто со всех спецслужб обо всем, со всех из армии обо всем, из всяких ДНРов, ЛНРов, у него все это есть. Вот взять, и вот эти люди, да, они готовы идти за ним, поскольку они его считают более крутым, чем Путина. Взять того же Квачкова, например, да, это же полковник российской армии, и он отсидел в тюрьме, внимание, за покушение на Анатолия Чубайса. То есть считается, что он готовил покушение, хотел убить Чубайса, его поймали, какую-то группу с ним поймали, его несколько раз признавали присяжным невиновным, но все понимали, что его признавали невиновным, потому что как бы сами не против бы Чубайса замочить, в том числе эти присяжные, поэтому его судили там каким-то другим судом, отправили его все-таки в тюрьму, и он долгое время считался таким прям врагом-врагом Владимира Путина. Но когда Путин напал на Украину, Квачков его вроде как все простил, потому что он сам бы с удовольствием напал бы на Украину. Но когда затык этот начался с этим вторжением, уже когда военная операция в кавычках начала превращаться в войну, и Квачков понял, что до добра она не доверяется, что как бы успеха никакого у него не будет, поэтому он тоже стал таким противником Путина опять. Ну, надо сказать, Квачков это такой ультра-нацист, он вообще ненавидит всех там, всех нерусских, скажем так, он антисемит, махровейший такой он имперец, он монархист, черносотенец, ну в общем понимает, что это за публика. При этом вот он фанат и соратник именно Гиркина, а не Путина. Кстати, они тут недавно с Гиркиным сидели опять же в эфире, как бы разговор у них был на всякие темы, главным образом в Украине, и они там Путина тоже костерили, вообще всю российскую армию покрывали таким трехэтажным, что вообще воевать не умеют, ничего не знают, ничего не понимают, нас бы туда, мы бы там всем показали, но главнокомандующий какой-то идиот, генералы кончены, дебилы и так далее. В общем, они там про российскую армию, они более, так сказать, в крепких выражениях выражаются, чем даже я тут, наверное. То есть они очень прям по-злобному так относятся к тому, что происходит на фронте, но они, как бы надо понимать, это они не Украину защищают, они считают, что российская армия мало преступлений совершает, что она должна была быть гораздо более кровавой, гораздо более жестокой, бомбить в то раз сильнее, расстрелы массовые проводить и всякое такое. То есть вот тогда бы они российскую армию похвалили, они ее не за жестокость ругают. То есть надо понимать, что это еще более как бы злобная и мерзкая публика, чем Владимир Путин. Кстати, ну да, я уже сказал, что Путин сажал этого самого Квачкова в тюрьму, и понятное дело, что Квачков не слишком-то обожает Путина после этого. Еще один их союзник, их же союзник, который сидит в тюрьме, это схемонах Сергий. Помните такого, которого зовут на самом деле Николай Романов? Это бывший мент, который кого-то замочил, отсидел в тюрьме лет 15, в тюрьме пришел к богу, что называется, вышел из... Вот такого очень полубандитско-полументовского склада характера человек, очень тоталитарно-авторитарный, который построил себе целый монастырь, где-то там на Урале, женские монастыри, и в этом монастыре стал полновластным хозяином, просто царем этого монастыря, и начал там же, сидя в этом самом монастыре, проповедовать всякие странные вещи, типа того, что, ну, как бы в какой-то степени он правду говорил, то, что этот самый патриарх Кирилл, который Гундяев, он стяжатель, что он еретик, что он работает только на себя, что он там встречается с какими-то девками по баням ходит и так далее, и что он вообще работает на мировое правительство, на сатану и на евреев. Ну, это, конечно, тут с этим я не могу согласиться насчет Кирилла, ну, насчет как бы сатаны может быть, а все остальное вряд ли. Но, короче говоря, он стал таким прям раскольником, очень серьезным, схемонах Сергий, его там пытались как-то вразумить, он ни в какую отказывался, говорит, что вы все будете гореть в аду, вы мрази, и Кирилл, и Путин, и вся российская верхушка, и все генералы, и все-все-все, и останутся только хорошие люди, потому что вы все работаете на сатану. И он там говорил, что собираются какое-то вторжение демонов, ну, в общем, его там понесло быть здоров. При этом в одном из своих выступлений этот схемонах, он тоже адский абсолютно антисемит, имперец, он же с именем Николая Романов, он себя считал, ну, чуть ли не реинкарнацией царя, и, в общем, требовал от Путина, чтобы Путин передал ему, этому схиегумену Сергию, политическую власть в Российской Федерации. Он на полном серьезе требовал это от Путина. И тут же он обвинял Путина в том, что Путин, значит, тоже на сатану работает, и напомнил ему, президенту России, о пире Валтасаре из Библии, где на этом Перу, последнем Перу Валтасар, царь Вавилонский Валтасар, его, или Балтасар, как его называют, ему на стене явилось видение, рука, которая написала на иврите мене мене теле упар син, это означает в современной традиции толкования, это вот, а, ну, как бы тогда царь обратился к пророку Даниилу в Библии, чтобы тот объяснил, что это означает, вот эта надпись на стене огненными буквами, и пророк Даниил сказал ему, То есть, короче говоря, схемонах Сергий напророчил Владимиру Путину разделение Российской Федерации и конец царствия самого Путина, конечно, ну, и по Библии, Балтасаров тут же, ту же ночь замочили, и Вавилон, соответственно, пал, он был захвачен Персидским царством. Короче говоря, когда Сергий, а Путин же очень такой, как бы сказать, суеверный чувак, да, и когда ему Сергий напорочил, что тебя, значит, твое царствие разделят, тебя замочат, и всякое такое, у Путина это уже, как бы, решился, это перехлёст, вот, пришли менты, пришла прокуратура и ОМОН в этот Южноуральский монастырь, схватили этого Сергия, его отправили в Кутузку, всю его братью разогнали, какие-то скиты поуничтожали, там, посжигали в лесу, в общем, разогнали всю эту историю и все его царствие. В общем, Путин устроил Сергию то, что Сергий обещал устроить самому Путину, однако Сергий же, он, как бы, все равно сохраняет, у него огромное количество поклонников, вот, скажем, тот же Квачков, это духовное чадо этого самого Сергия, у него очень много у Сергия других духовных последователей, которые тоже супер-ультраправые, которые ультра, ну, так можно сказать, фашисты, вообще, по большому счёту, их в России дофига-дофигищи. Например, вот эта Мария Шукшина, известная артистка в прошлом, сейчас я даже не знаю, кем она является, но вот она ходит, везде там проповедует, там, о вреде прививок, она проповедует о том, что, там, должна Украина исчезнуть, и везде должно быть Российское царство, ну, всякое такое, короче говоря. Вот эти чуваки, у них такой дракон триединый, да, вот этот Сергий, Гиркин и Квачков, а, ну, ещё у них могла быть третья или уже четвёртая, получается, даже, знаете кто? Поклонская, Наталья Поклонская, которая, оказывается, тоже фанатка этого Сергия, его духовного учения, который, ну, который считает, что патриарх Кирилл – это стяжатель, еретик, работающий на сатану и всякое такое. И, в общем, Поклонская, вот буквально вчера её уволили с поста заместителя главы Россотрудничества. Поклонская что-то там начала бубнить насчёт единства России-Украины в неправильном контексте, с неправильной точки, под неправильным углом, она сказала, что не надо было завоёвывать Украину, надо было как-то с ней по-другому обращаться, надо было захватывать другими способами. В общем, её, эти слова были, как я понимаю, не совсем правильно истолкованы, потому что она, в принципе, Поклонская не против завоевания Украины, она против методов выступает вот таких вот, но её уволили, собирались её, не знаю, лишили всех государственных наград, а сейчас она один день как бы поболталась, как понятно, что в проруби, а теперь её назначили заместительной, точнее, советницей генерального прокурора России. Вы помните, она же изначально прокурор, но, видимо, ей дали эту должность с одним условием, что она заткнётся и молчать будет в тряпочку вообще нигде никогда не выступать. И она сегодня объявила, что удаляется из всех соцсетей и будет вообще сохранять полное радиомолчание. Я так понимаю, на неё надавили, поскольку она могла бы стать очень успешницей, кстати, третьей, с Гиркиным и Квачковым, поскольку тоже придерживаются очень экзотических взглядов на всё происходящее. Она страшная монархистка тоже, она такая правая, такая ультраправославная и всё-всё-всё. Ну и, в общем, такая не сложилась у них коалиция на данный момент. Но всё же, я думаю, знаете, то, что всплывёт где-нибудь ещё обязательно, это Поклонская, и я думаю, она всплывёт обязательно вот с этими чувачками с Гиркиным и Квачковым, потому что сейчас вокруг них начинает образовываться ядро очень мощное, очень злобное, очень такое наглое, самоуверенное, таких ультраправых черносотенцев, монархистов, которые, как мне кажется, в ближайшее время будут готовы просто уже брать власть. Ну, если не... Знаете, вот я думаю, когда у них появится некоторое количество ветеранов вот этой войны, которая сейчас идёт в Украину, то есть вернутся какие-то люди с боевых действий, может кто-то вернутся с автоматами, ещё с ним. И вот у них будет такая боевая, очень серьёзная группа поддержки, с помощью которой, я думаю, они смогут замутить что-то своё. И уж не знаю, будут ли они свергать Путина, или у них какие-то другие планы на этот счёт, но то, что сейчас в России вырисовывается очень серьёзная вот эта сила злобных ультраправых каких-то чуваков, которые там мечтают о восстановлении монархии, о ликвидации Украины, об устройстве массовых расстрелов, там, канцлагерей и всякого такого, то есть для которых Путин слишком либеральный, это правда. Этих чуваков реально становится очень много. Кстати, Гиркин, Квачков там говорили в своём выступлении, что, ну да, генералы-идиоты, что война под руководством Владимира Путина в Украине уже проиграна, что всё сожрала коррупция имени Шойгу, самого Шойгу они называют фанерный маршал, издевались очень долго, сидели, ржали над ним, что он занимается резьбой по дереву, говорили, что он пиарщик, а вообще никакой не военный, что военным вообще ему наплевать на военное дело, и офицерам генералам в настоящем тоже наплевать на Шойгу. Ну и тогда они разносили вообще всё руководство России в пух и прах. У них там очевидно абсолютно, ну с моей точки зрения, внутри России началась очень серьёзная борьба. Вот этих самых правых против просто правых. И Украина в этой борьбе в значительной степени только предлог, то есть повод для начала вот этой очень серьёзной политической борьбы. Потому что те, кто считают себя вот этими настоящими, таким махровыми патриотами, антисимитрами, ультра-националистами, они считают, что Путин всё-таки предатель. Ну как бы они пока не говорят это слух, но они в общем считают, что Путин всё предал, что всё пробил, сдал Россию иностранцам, и тогда каким-то там либералам, сам только прикидывается и носит, значит, флаг патриота, на самом деле таким не являясь. Чувствуется, что Путин ослабевает, и поднимают голову вот эти все чувачки. Кстати, ещё во время своего выступления они там подтвердили, что в Белогоровке, помните, вот эту операцию неудавшейся российской армии по форсированию реки Северский Донецк, там были убиты сотни и сотни российских военнослужащих, больше тысячи даже возможно. То есть, хоть какая-то польза от их выступлений есть, мы хотя бы какую-то новую информацию узнаём, точнее подтверждается информация, то, что там были до тысячи человек убиты, мы и так знали. Ещё очень интересная тему они там поняли в своих выступлениях, беспилотники. Сейчас, кстати, вот я отслеживаю тоже всякие ватные паблики, ватных военных экспертов, так вот они на прошлой неделе все очень сильно жаловались, что у России большие проблемы с артиллерией, про артиллерию ещё поговорим, но сейчас они все дружно начали жаловаться насчёт беспилотников, насчёт того, что у них нет беспилотников нормальных, в нормальных количествах. Говорят, в частности, что вот эта фиаско российской армии в Белогоровке была вследствие того, что не было в достаточной степени проведена аэроразведка перед проведением попытки вот этой форсирования Северского Донца. В общем, говорят, что с беспилотниками просто самая страшная беда. Были, говорят, у них хорошие какие-то беспилотники, произведены в России, но они были все в единственном или в двух-трёх экземплярах, сейчас их всех либо посбивали, либо уничтожили, и теперь из-за этого российская артиллерия фактически ослепла. Про орланы говорят, он самый распространённый беспилотник, российский орлан, как я думаю, вы знаете, он используется постоянно, бензиновый, он на бензиновом ходу, благодаря этому очень долгое время может находиться в воздухе. Говорят, что даже у крупных артиллерийских подразделений часто этих орланов нет. Ну, во-первых, украинцы их очень активно и очень успешно сбивают, а во-вторых, российская промышленность их не производит в нужных количествах для использования в настоящей войне. В результате беспилотников нет, с артиллерией никакой связи у тех, кто этим беспилотниками занимается, нет. Покупают они какие-то там китайские, обычные такие квадрокоптеры, но они долго не могут находиться в воздухе, как раз из-за того, что являются квадрокоптерами, а не электрическими квадрокоптерами, не на бензиновом ходу. Это серьезным образом сокращает их срок нахождения в воздухе, из-за этого не могут они сделать постоянное наблюдение за линией фронта, а также за украинскими, так сказать, тылами, откуда обычно бьет артиллерия. При этом они говорят, что артиллерия украинская в последнее время начала действовать гораздо более успешно, чем действовала раньше. Например, украинская артиллерия, по их словам, обстреливает сейчас даже глубокие тылы вот этих ДНРовцев, ЛНРовцев и российской армии. Говорят, что из-за того, что Украина стала использовать артиллерию, благодаря в том числе беспилотникам, существенно более эффективно, чем сами россияне, то на отдельных участках фронта, внимание, у Украины появилось преимущество в артиллерии. Я на самом деле в это не очень сильно верю, мне кажется, что они тут немножко перегибают палку, хотят сделать хорошую мину при плохой игре, сказать, что мы проигрываем не потому, что мы дебил, а потому что у украинцев много пушек. Но я сомневаюсь, потому что, понимаете, все-таки у России было 10, 15, а то и 20-кратное преимущество по количеству стволов, то есть артиллерийских стволов, гаубиц. Поэтому даже с учетом всей успешности украинских артиллеристов, я все-таки сомневаюсь, что они сумели так раз-раз за три месяца преодолеть 20-кратное преимущество в артиллерии. Скорее нет. Я думаю, даже по стандартам ДНРовцев и ЛНРовцев это слишком серьезное вранье, но сам факт того, что они жалуются на преимущество украинской артиллерии, как мне кажется, говорит о многом, потому что раньше они все в один голос говорили, что господи, какая украинская артиллерия, нет никакой артиллерии, мы ее все уничтожили в первые две недели войны, все, Украина должна сдаться. Они говорят, у Украины нет снарядов, у Украины нет пушек, у Украины ничего нет, но при этом Украина обстреливает наши дальние тылы. И еще они, кстати, такую басню запустили, что Украина сейчас начала обстреливать Донецк. То есть, понимаете, у людей как-то очень странная логика работает. С одной стороны, они говорят, что у Украины нет пушек и нет снарядов, с другой стороны, что Украина, Донецк, жилые кварталы обстреливает. Зачем? То есть, ну как бы это не сходится, в принципе. И уже появились видео, есть даже видео в сети, из самого Донецка, как звучит выстрел пушки, и через две секунды прилет, то есть взрыв. О чем это говорит? Это о том, что по Донецку стреляют из Донецка же. То есть, в одном районе стоят пушки, и по-другому они лупят. Зачем они это делают? Я не знаю. Мне кажется, дело в том, что сейчас, вот Пушилин выступил, этот начальник ДНРовский, и он сказал, что мы просим у России предоставить нам дополнительные войска, поскольку по нам идет огонь, и ведет огонь украинская артиллерия. В чем дело? Дело в том, что все, по сути дела, резервы внутренние, вот эти ДНРовцы, ЛНРовцы, свои исчерпали. Наступать неким. Армия у них просто тупо закончилась. Все-таки ДНР и ЛНР, так называемые, да, это же не самые большие страны на планете, вообще их странами как бы не назовешься, вот это просто оттуда все люди разъехали, потому что у них просто никого не осталось. Им нужно, чтобы эту дырку кто-то заполнил. И россияне не хотят туда, я так понимаю, загонять в том числе и свои войска, и поэтому они уже, ДНРовцы, обстреливают сами себя, говорят, вот видите, у нас как все плохо с войсками, помогите нам, спасите, выручайте, пришлите нам еще войск. Я не знаю, проведется ли Россия на этот развод, но скорее всего да, потому что не могут же они просто взять и оставить Донецк или там Горловку абсолютно неприкрытыми. То есть они же не могут разрешить украинской армии туда зайти. Поэтому я думаю, что россиян придется еще сильнее растягивать свой фронт и отправлять вот туда, куда просит этот Пушилин какие-то свои войска, какую-то свою артиллерию. Потому что иначе, конечно, у ДНРовцев, ЛНРовцев там совсем все рухнет, обвалится, и они допустят прорыв своего фронта. Также надо сказать, что Украина и правда в последнее время начала намного более успешно использовать артиллерию. Об этом есть куча и видео, и фото, свидетельств. Не только рассказы ДНРовцев, по которым стреляют ли там россиян, да, этой артиллерии. Ну почему? Это объясняется на самом деле очень просто. За три месяца появилась целая плеяда уже достаточно опытных командиров артиллеристов. Очень хорошие, отличные просто пушки подвезли американцы, французы, кто там еще, словаки, чехи, поляки. Кроме того, взаимодействие уже отлажено у них между собой. Появилась вот эта даже программка, приложение для телефона артиллерийское, которое позволяет артиллеристам из разных районов координнировать свои усилия на одной цели. У них огромное количество беспилотников, ну не огромное, а значительное количество беспилотников, во всяком случае сильно больше, чем у россиян. Поэтому, конечно, да, украинская артиллерия действительно действует гораздо более успешно, чем российская, если мы пересчитываем на единицу стволов. Кроме того, судя по всему, стали поступать в украинские войска экскалибуры. Это вот эти снаряды, которые летят на гораздо большее расстояние артиллерийские. То есть они с каким-то маленьким таким ракетным двигателем. А также эти снаряды экскалибуры, они умеют маневрировать. Из-за этого точность их попаданий просто существенно выше, чем у обычных артиллерийских нарядов. Они, правда, и дорогие, там каждый снаряд по 100 тысяч стоит. Но если вы одним таким снарядом убиваете танк, который стоит 2 миллиона, то, в общем, как бы оно того стоит. Так вот, точность украинской артиллерии в последнее время просто нечеловеческая на некоторых видео. С первого раза иногда бьют в цель. Вот я поэтому и думаю, что, наверное, начали применять экскалибуры. Потому что, знаете, как обычно, когда смотришь на какое-нибудь видео, где стреляют, попадают там по танку или по БМП. Не с первого раза. Там видно воронки. Стоит 2-3-4 воронки, и только там 5-ая, бах, попадает. Пристреливаются. А тут с первого раза попадают. То есть, я из этого и делаю вывод, что, видимо, стали поступать вот эти сверхточные корректируемые боеприпасы. И еще, что хочу рассказать вам интересно. Вот тут я почитал целую такую большую телегу про американские пушки М777. Вот эти гаубицы, которые сейчас поступили на вооружение украинской армии. Это, на самом деле, очень серьезное оружие. И чем оно, собственно, серьезно, и чем оно хорошо? Они очень-очень точные. Вот, опять же, их помощью можно гораздо меньшим количеством снарядов добиться гораздо большего результата, чем с помощью аналогичных 152-мм российских артиллерийских систем, типа МСТА какая-нибудь. Почему? С 2005 года эти производятся М777 на оборудование, которое можно было бы использовать для изготовления швейцарских часов. Это супер-пупер высокоточные станки, оборудование, техника, на которых вытачиваются все детали, вытачивается дуло, ствол, точнее, не знаю, как это точно называется. В общем говоря, вот этот ствол, он действительно с ювелирной точностью у каждой пушки вытачивается. И причем они все абсолютно одинаковые, идентичные. Там до миллионной доли какого-то миллиметра совпадают у них все характеристики. Причем материалы, они изготавливаются из титановых сплавов, они намного более долговечные, чем обычная сталь. То есть они еще и у них ресурс использования гораздо больше, они стираются гораздо меньше. Надо же понимать, что... А, ну и то же самое касается снарядов, взрывателей и так далее, и так далее, и так далее. Запалов, все это в американских гаубицах, в европейских, ну, сейчас в данном случае я про американские говорю, М777, оно супер-пупер-точеная, очень тонкая работа. И они идеальные, подогнаны друг к другу. Ну, в общем, это абсолютно невероятно. С точностью до микрона техника. Вот, действительно, швейцарские часы, только артиллерийские, да. Из-за этого, когда ты стреляешь, ты можешь быть уверен, что ты чуть-чуть подкрутишь там вот этот наклон дула, да, и получишь... И у тебя снаряд полетит на то значение, какое ты задавал, а не плюс-минус 10 или 20 метров. Он улетит точно в ту точку, которая тебе нужна. То есть целиться в цель, прицеливаться с помощью этих гаубиц гораздо-гораздо проще, чем с помощью российских или советских гаубиц. Потому что российские и советские гаубицы делаются на оборудовании, на станках, опять же, советских, еще 50-х, 60-х годов, из обычной стали. Не на вот этих лазерных супер-пупер тонких станках. И причем делаются это не роботами, а обычными рабочими, с штангенциркулями, с похмельем и прочими делами. Проще говоря, все эти стволы пушечные у российских и советских гаубиц, они разные. Они немножко отличаются, но все равно отличаются, ощутимо. Потому что там где-то миллиметр туда, миллиметр сюда, во время стрит-бета дает разницу в 50-100 метров разлета снарядов. То есть украинский артиллерист может получить команду от своего корректировщика, дать выстрел на 10 метров южнее, например. Российский в ответ на такую команду только посмеется, потому что у него разлет снарядов 100 метров. 10 туда, 10 сюда, вообще не работает. Если где-то рядом упало, и то хорошо нужно радоваться. Поэтому у Украины сейчас, вероятно, и появляются некоторые преимущества, потому что 10 американских гаубиц, это как 50 или как 100 даже гаубиц российских, советских. Вот я даже прочитал в этой статье про эти гаубицы, было такое сравнение. Кто-то может сказать, я же прям с английского перевожу, кто-то мог бы сказать, что украинцы пересели с разбитой Лады 1975 года изготовления на совершенно новый Лексус 2022 года производства. То есть, Лада 1975 года, Лексус 2022 года. Вот такая разница между советской гаубицей и гаубицей М777 американского производства. Ну и да, вот это еще есть проблема. У россиян очень серьезная, она становится все более серьезная по мере продвижения войны. Стволы у гаубиц российского производства очень быстро изнашиваются. Там, как вы понимаете, когда стреляет эта 152-мм гаубица, там внутри ствола колоссальная абсолютно температура, давление, там сумасшедшие нагрузки и так далее. В общем, естественно, при регулярном использовании, как бы классно не был у вас изготовлен этот ствол, он плавится, он там стареет, изнашивается и так далее. У каждой пушки из-за этого есть свой ресурс. Так вот, у российских пушек он быстро заканчивается, потому что с каждым выстрелом такая гаубица становится менее и менее точной. Там чуть-чуть где-то стирается, подплавляется и туда-сюда. И на каком-то этапе использование этих гаубиц становится просто опасным, потому что ее может разорвать. В СССР это большой проблемой не считалось, потому что гаубицы производились в диких количествах. Считалось, что каждая из них сделает, не знаю, 100-500 выстрелов на поле боя, после этого ее либо уничтожат, либо она будет отправлена в утиль, либо что-то еще, и на ее место приедет новая. То есть это вообще даже не считалось проблемой, никто не собирался действительно 5 тысяч раз стрелять из одной пушки. Но сейчас все эти гаубицы новые почти не изготавливаются, и поэтому у них возникает проблема, что многие из них подходят к лимиту своего использования. Сейчас, собственно, только старые гаубицы и применяются. С одной стороны, конечно, тут как бы такая история двойственная. С одной стороны, россиянам хорошо, что у них есть много боеприпасов, то есть они могут много стрелять, реально много. Там, где украинцы делают один выстрел, россияне делают 50 выстрелов. Но, с другой стороны, из-за такого активного использования гаубиц быстро изнашиваются вот те самые стволы. То есть гаубицы быстренько приходят в негодную. Но это как любая техника, если вы ее постоянно применяете, не даете отдохнуть, что называется, не заменяете детали, то она у вас, эта техника, будет выходить из строя. Вот именно это сейчас и происходит с многими российскими гаубицами. И уже были жалобы, опять же, я читал у этих всяких там ватных военных экспертов, что они жалуют. Некоторые гаубицы через одну работают уже, да, то есть каждая вторая только находится в пригодном для стрельбы состоянии. Еще один момент, на который все отмечают, на который все обращают внимание, это разведка. Потому что в последнее время очевидно, что у Украины улучшилась серьезным образом разведка. Я не знаю, что же там произошло, но как бы и не полагается знать. Но в любом случае, буквально за последнюю неделю десяток, наверное, штабов, складов уничтожены были огнем украинской артиллерии. Причем видно, всякий раз предоставляется видео, подтверждение, что россияне говорят, мы уничтожили 150 штабов. Покажите хоть один. Нет, секретную информацию не покажем. Окей, украинцы все показывают, говорят, штаб взорвали, вот вам видео, пожалуйста, получите, распишите. Все видно, причем горит со страшной силой, все взрывается, очень красиво это выглядит обычно. Но раньше, то есть такие видео были, ну раз в неделю, может быть, да. Сейчас прямо сплошняком, прям потоком идут эти видео. Видимо, что-то там с разведкой прям очень хорошо сейчас у украинской стороны. Я не знаю, может это американские спутниковые снимки дают или что-то из этой серии. Но видно, что украинская артиллерия стала бить, во-первых, намного точнее, чем била. А во-вторых, еще намного более, как бы, знают куда бить, не просто так по площадям лупят. Да, бьют прям в цели, которые заранее выявлены, кто-то эти цели выявляет. В результате всего этого, того, что я описал, что мы видим на поле боя сейчас? В северодонецке продвижения россиян нет, они подошли к этому заводу азот и не могут зайти даже на территорию этого завода. Снабжение украинских войск все еще сохраняется, находящихся на азоте этом. И в результате чего россияне, ну, просто не могут его взять. Вот они встали и стоят под этим азотом, вперед пройти не могут, назад отойти тоже не хотят. В общем, стоят, они предлагают сдаться, но, конечно, сдаваться им сейчас там не будет. Если только произойдет окружение, тогда, может быть, сдадутся. Но я что-то не очень себе представляю, как может случиться это окружение, потому что если российские войска зайдут за завод азот, то они будут прямо вот перед носом у украинских солдат, которые сидят на горе в Лисичанске через реку и прям смогут их обстреливать. То есть я думаю, что окружения там, скорее всего, не будет. Ну, посмотрим. В любом случае сейчас, то есть Северодонецк, помните, Рамзан Кадыров взял, по-моему, 22 или 23 мая. Вот уже прошло ровно три недели, все никак. Все никак, они не довозьмут этот Северодонецк. Это уже даже как бы смешно, в смешную историю превращается. Так, еще что. На направлении трассы Бахмут-Лисичанск, которую тоже грозились перерезать уже недели две назад, а может даже и три тоже, по-моему, в конце мая, после разговора впервые об этом, тоже она не перерезана, трассы, тоже стоят мнутся. И оттуда все приходит, кстати, забавное сообщение, что отказываются идти в бой российские солдаты. Они понимают, что эта трасса, она как бы на горе идет, наверху, и снизу ее надо, поднимаясь вот на этот холм, надо ее как бы штурмовать. Это супер опасно, супер неудобно и супер страшно, потому что все, абсолютно все, кто пытался это сделать раньше, подняться по этому холму и захватить эту дорогу, они погибли. Поэтому среди россиян, желающих повторять этот подвиг, нет. Они говорят, либо вы нам даете там 100 тысяч миллионов танков, тогда пойдем вперед, либо нет. Но поскольку 100 тысяч миллионов танков нет, они сидят там на другом холме, как бы через ущелье и сидят. И там как бы стреляют по этому, по другому холму, но на штурм его не идут, боятся. Ну потому что еще понятно, что там же как бы тоже с той стороны не пустое место, там сидят люди с джавелинами, и как только там какой-нибудь поедет, там получат джавелин. Никто джавелин себе в башню получить не хочет, поэтому как бы и не идут на штурм. Дальше. Бравенково-Славянск. Вот тут тоже интерес. Там вроде бы продвинулись немного российские войска вперед, но до дороги не дошли. Тоже там дорога Бравенково-Славянск, эти два города соединяют дорогу, тоже не дошли до этой дороги, продвинулись немного, нет. Почему нет? Да потому что к западу от Изюма украинская армия внезапно перешла в наступление. Там такой лес есть к западу от Изюма, и украинская армия прошла почти весь этот лес. Сейчас он находится на расстоянии от 10 до 15 километров к западу от Изюма. Изюм, вообще говоря, на мой взгляд, самый ключевой город в этом регионе. Кто контролирует Изюм, по сути дела контролирует весь этот регион. Сейчас, к сожалению, его контролируют россияне, поэтому они и могут навязывать свои, то есть они идут в атаку, они защищаются и так далее. Но если россияне потеряют Изюм, все, как бы у них вся их система наступления в этом регионе будет разрушена. Поэтому то, что украинцы подошли так близко к Изюму, освобождены населенные пункты, заводы и спиваковка. Вот, по последней информации, в этом регионе к западу от Изюма. Так вот, это означает, что если... Ну, в ближайшее время, в общем, Украина может серьезным образом нарушить планы российской армии по продвижению на юг, в сторону Борзенкова, если украинская армия получится дальше продвигаться в сторону Изюма. Потому что если россияне начнут понимать, что Изюму что-то угрожает, они все бросят, побегут защищать Изюм. Я в этом уверен. В Херсонской области тоже идет отступление российской армии. Украинское контрнаступление потихоньку развивается. Оно очень медленно. Не будем преувеличивать, не будем говорить, что там с шашкой нагло вперед-вперед. Нет. Там в день по пару километров идут вперед. Новые какие-то маленькие села освобождены и так далее. Но вот много уже информации. На документальных подтверждениях я пока не видел, что украинская армия находится уже в 10 километрах от Херсона. Я думаю, скорее всего, все-таки немножко выдают желаемое за действительное. Вряд ли 10 километров. Но километров 20 уже точно, я думаю. То есть там не больше 20 километров осталось между украинской армией и Херсоном. Таким образом, Херсон потихонечку-потихонечку приближается. И, соответственно, планы россиян по объявлению в Херсоне там какой-то ХНР или даже присоединение его к России становится все дальше и дальше. Кстати, в Запорожской области тоже идет наступление небольшой украинской армии. Именно там в больших количествах сейчас взрываются склады россиян в Запорожской области. В результате всего вот этого Зеленский и, может, имеет полное право, объявил, он недавно сделал такое заявление, что на всей линии фронта, в общем, потихоньку украинская армия забирает себе инициативу. У нее появляется некоторое преимущество. И это уже не выглядит такое заявление как бы там нелепым. Оно, в общем, соответствует реальности. И это еще все без серьезных каких-то безмассированных поставок оружия. Я так понимаю, что завтра вот будет встреча в Рамштайне, на которой должен решиться вопрос на американской военной базе в Германии. На которой должен решиться вопрос об увеличении поставок оружия. И, ну, например, Лойд Остин, министр обороны США, уже заявил, что мы сделаем все, что необходимо для того, чтобы Украина получила то оружие, какое ей нужно. Перед этой встречей, естественно, в Рамштайне все заинтересованные стороны сейчас пишут колонки, статьи, всякие разные газеты, журналы на Западе, выступают по телевизору и доказывают свою правоту. Сторонники Владимира Путина сейчас с пены просто у рта говорят, что нужно с ним договариваться, что Украина должна пожертвовать частью своей территории для того, чтобы договориться с Путиным, таким образом можно будет закончить войну. А если давать Украине все больше и больше оружия, то война затянется и станет еще более кровавой, и это плохо, и так нельзя. Но противники Путина, в свою очередь, говорят, что лучший способ закончить эту войну, это победить Россию. А для этого, собственно, и нужно Украине как можно больше оружия предоставить. Я согласен со вторыми. Я считаю, что действительно, если, например, российская армия будет полностью на голову разбита и в Херсоне, и на Донбассе, и около Харькова, то в этом случае война, собственно, и закончится. Если она просто будет выкинута, армия российская, за пределы Украины, на этом война завершится. Потому что, как я сказал, у России много оружия, но нового оружия у России нет почти. Там делают один танк, два танка в год, да. В лучшем случае ремонтируют старое. Нового оружия у России нет. Если это все оружие будет уничтожено, сожжено, Россия просто останется без того, чем воевать. У нее не останется средств для ведения войны. И Украина сейчас очень быстро проводит вот эту демилитаризацию России. Сама Украина при этом получает все больше и больше оружия от Запада. И вот тут, конечно, много будет зависеть от того, какая сейчас будет позиция стран Запада в Рамштане. Если все-таки будут предоставлены оружия Украине в необходимых количествах, или хотя бы в достаточных количествах, то тогда, конечно, заявление Зеленского о том, что намечается стратегический перелом, можно будет сказать, не намечается, а вот он уже начался, стратегический перелом. Я, кстати, тут почитал, в чем проблема, почему с оружием такие затыки возникают. Генерал Марк Хертлинг, танкист американский, пишет, что для каждой гаубицы в американской армии есть целая бригада людей, которые обслуживают, ремонтируют, подвозят ей снаряды, которые заправляют технику, которые ремонтируют эту технику и так далее. В общем, этих ремонтников всяких обслуживающих гаубиц гораздо больше, чем, собственно, артиллеристов, которые стреляют. То есть гаубица, это такой, значит, наконечник очень длинной стрелы, для использования которой нужен еще лук, и еще нужен лучник и так далее. То есть гаубица, это самое-самое, вот то, что несет смерть, на самом кончике находится всей этой большой системы. А система, реально, это десятки людей, которые, собственно, позволяют сделать так, чтобы этот артиллерист смог нажать на кнопку и выстрелить. Соответственно, говорят, что американцы, да, мы можем поставить гаубица, условно говоря, мы можем поставить только одни наконечники от стрел, без луков и без людей, которые умеют стрелять, вы этими наконечниками, толку от них никакого не будет, да, поэтому вам нужно поставить не только наконечники, нужно поставить еще и стрелы, нужно поставить еще и луки, и нужно обучить лучников. И вот эта вся система, как бы она такая очень долгая, и не сразу делается. И он сказал, что да, мы вам помогаем изо всех сил, но, типа, не требуйте слишком много, мы не можем просто взять и вот так вот из ничего создать что-то, да. Ну вот, по крайней мере, и этот Хертлинг, чтобы вы понимали, он очень-очень симпатизирует Украине, говорит, надо Украину просто засыпать оружием, чтобы все у нее было в нужных количествах, но и он говорит, что да, есть некоторые ограничения, через которые мы не можем перепрыгнуть, к сожалению, это так. Он говорит, все это нужно создавать, все это нужно либо переучивать людей, и это все вот эти, систему обеспечения работы гаубиц, и он говорит, я вот командовал там танковым полком, по-моему, командовал, говорит, и нам приходила в мирное время новая техника, и это был адский геморрой, это занимало недели и недели, и это было не во время войны, и это при том, что у нас было идеальное снабжение, идеальное поставки, идеальное финансирование, а у Украины всего этого нет, плюс идет война, в общем, это все сложно сейчас делать. Но это он, как я понимаю, таким образом, он объяснял, что типа украинцы, пожалуйста, типа не давите на нас, мы и так делаем все, что можем. Но при этом он еще сказал, кстати, добавил, что для хаймерсов, вот этих систем, реактивных систем залпового огня, ситуация еще более сложная, то есть там нужны как бы еще дольше переучивать, и работать над этим всем, поэтому как бы 4 хаймерса, это пока вот то, что действительно, что реалистично могут американцы отправить, и чтобы посмотреть, как они будут работать. Ну, посмотрим, посмотрим. Однако, насколько я понял, вообще, изучая этот вопрос, сейчас Украина на самом деле может надеяться на то, что поставки гаубиц, вот этих хотя бы М777, про которые я рассказывал, что они такие точные, что эти поставки будут постоянными и ритмичными, что не будут давать там каждый месяц по 100 гаубиц, нет, это много, это слишком много, но будут давать хотя бы там, не знаю, по 10, по 15 месяц, и таким образом Украина сможет нарастить свой парк гаубичный. 100 штук, которые сейчас пришли в Украину, это, конечно, мало. Подоляк, вот, например, советник президента говорит, что нужны, нужна тысяча гаубиц, но я думаю, это нереально, потому что, опять же, вот согласно этому Хертлингу, генералу, на вооружении всей армии США сейчас меньше тысячи гаубиц состоит, да, то есть, а Подоляк хочет, чтобы Украина получила из США больше гаубиц, чем сейчас на вооружении армии США, но это маловероятно, я думаю. Но штук 300, штук 500, я думаю, в принципе, нарастить до этого количества вполне реально украинский гаубичный парк. Ну и не забываем, каждая украинская гаубица, это как 5 или как 10 гаубиц российских, потому что она гораздо более точно бьет, и гораздо меньше требует людей для обслуживания себя. То есть, это даже лучше, наверное, то есть, одна украинская гаубица, даже, наверное, лучше, чем 10 российских, потому что нужны людей меньше на одну гаубицу, и снарядов меньше надо, и, соответственно, техники для подвоза этих снарядов, ну и всего, и бензина меньше надо, то есть, это гораздо более экономично. Но это еще не все. Один Хаймерс, это просто идеальное средство для уничтожения советских гаубиц, их специально для этого делали, поэтому даже 4 штуки, которые сейчас американцы отправляют в Украину, они, в принципе, могут повлиять на ситуациях. Подоляк хочет не 4 Хаймерса, а 300 Хаймерсов. Опять же, это едва ли, давайте реалистично смотреть на вещи, но 30-40 поставить, я думаю, могут. Эксперты, кстати, говорят, что 50 хватило бы для заметного изменения ситуации на фронте. Про танки мы ничего не говорим, Подоляк там еще 500 танков хотел, но поскольку на этой неделе мы вот все узнали с удивлением небольшим, что оказывается, есть некоторая договоренность западных стран о эмбарго на поставки Украины танков. Потому что испанцы хотели поставить 50 танков «Леопард» в Украину, Германия, которая производила эти танки, сказала, нет, это будет нарушением нашей негласной договоренности о непоставках именно танков в Украину. Я, кстати, не понимаю, почему нельзя Украине помогать танками, это что, Путин, увидев эти танки, Лейпциг начнет бомбить, или что, или он запретит и кручерную продавать в Европе, я не понимаю, это какая-то бессмыслица полная, но гаубицы вроде скоро будут все-таки. И еще будут системы ПВО «Гепард». Гаубицы, я имею в виду немецкие, потому что вот сегодня еще раз пришло подтверждение, что несколько штук этих гаубиц, «Панцерхаубицер-2000» будут все-таки поставлены в Украину. Понять позицию Германии реально сложно, я не понимаю, почему Шольц так сильно упирается и не дает Украине оружие, то есть, возможно, он в плену каких-то людей, ну, знаете, мне иногда кажется, может, его купили. Не хочется никого скверблять, но у меня просто нет других объяснений, почему он так, прям вот злостно, с такой яростью отказывается давать Украине немецкое оружие. Может быть, может быть, не знаю, его пугают чем-то, может, его шантажируют, и мне сложно сказать. Но есть надежда, конечно, на немецкий народ, который накажет социал-демократическую партию Германии, которую возглавляет Шольц. На следующих выборах уже на четверть упал рейтинг СДПГ за последние несколько месяцев, и он продолжает снижаться. СДПГ уже на третьем месте, не на втором даже, по популярности, поэтому на этом у меня есть надежда. Ну и на встречу в Рамштайне тоже завтра есть надежда. Все-таки есть понимание, понимание, что, возможно, все-таки немцы поменяют свою позицию и решатся предоставить Украине как можно больше оружия. Тем более, нужно понимать, что Россия сейчас реально загибается, российская экономика умирает, Путин может сколько угодно себя называть Петером Первым, но экономику не обмануть. В апреле дефицит бюджета, вот как мы недавно узнали, впервые появился, то есть в России обычно бюджет исполнялся с профицитом, а вот в апреле дефицит. И при этом доля нефтегазовых доходов подскочила с 30 примерно до примерно 60%, и это не потому, что доходов нефтегазовых стало больше, это потому, что все остальные доходы очень сильно уменьшились. Сбор НДС, налога на добавленную стоимость, сократился в два раза. Экономическая активность, ну как бы это означает, что экономическая активность в России упала в те же самые два раза, и это по данным российского Минфина. Российская федеральная антимонопольная служба объявила, что тысячи предприятий сейчас не исполняют свои обязательства по госзаказу перед государственными предприятиями. Почему? Потому что все ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, не могут, нет либо комплектующих, либо транспорт, либо чего-то еще, не могут они выполнить из-за того, что война началась. И это только перед госзаказом, представьте себе, сколько перед друг другом. То есть экономическая активность в России просто сходит на нет, она заканчивается. Именно Галаров есть, и в России такой миллиардер, он глава, владелец Крокус Групп, это такая агломерация многочисленных выставочных, торговых центров, и так далее. Он сказал, что вместо кинозалов скоро будут глухие коробки, вместо торговых центров склады. Это вот он описал будущее своей, так сказать, империи, огромной реальной империи, вот эта, которая называется Крокус, кто был в Москве, я думаю, знает, это просто гигантские дворцы такие. Все. Он говорит, нет кино, нет выставок, нет торговли, нет нифига, страна ничего не производит, он там что-то пошутил насчет выставки балалайок и каких-то гжельских, там, каких-то изделий, поделок. Он говорит, этого маловато будет для поддержания нашего бизнеса. В общем, все сдохнет скоро. Экономика, люди ничего не потребляют, экономика подыхает. Из России уходят, например, эти самые, компании КОНО и ОТИС. Эти компании производят лифты. Надо сказать, почти 90% всех лифтов в России вот этих двух компаний. То есть, российские строители оказываются без лифтов. То есть, представьте себе, ты строишь дом, а лифты ты туда поставь, и негде взять этот лифт. Вот доходит до смешного. Макдональдс до этого ушел, помните, там вкусные заткнись, или как там новую замену Макдональдса называют. При этом, конечно, ничего не получится из-за замены, потому что стандарты они уже сказали, что не будут выдерживать, а весь прикол Макдональдса, как и других таких больших сетевых организаций, это в стандартах. Если нет стандартов, все это дело можно закрывать сразу же. В любой сфере, куда ни сунься, везде какая-то задница. Автомобили в России упали производство на 80%, запретили продавать, шведское правительство запретило компании Тетерпак продавать свою продукцию в России, то есть, вот эти бумажные пакеты для молока, для соков, для всего вот этого, их не будет. Во что будут разливать молоко, соки, теперь непонятно. Ну, в автомобиле, так, в автомобиле я уже сказал, вагоны перестали производиться в России, танки перестали производиться, кстати, беспилотники, женские прокладки, с лекарствами чудовищная ситуация абсолютно. В общем, ситуация, российская экономика на полном ходу летит в пропасть, и спасти ее, получается, уже никто не сможет. Поэтому, когда Германия говорит, мы опасаемся очень сильно, а что же нам Россия, Россия может нам как-то отомстить, не сможет, просто не сможет, потому что нет сил у России больше мстить кому бы то ни было. Россия осталась страной, которая просто обессилила. На этой оптимистической ноте у меня сегодня все. Это было Радио НВ, Иван Яковин, да пребудет с вами сила, и пока-пока. Подписывайся на канал Радио НВ. Вот тут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова